И есть у нас царь из Венесуэлы. Он спрашивает, какой наш первый шаг как учеников, которые изучают науку Каббала, приблизиться к Творцу, что в этом цель науки Каббала? Да. Приближение, вообще продвижение в духовном происходит не с помощью изменений по времени, месту и движению, но по качеству. Не по времени, движению, месту, но по свойству. Должно быть изменения по существу здесь. Что это значит? Я должен развить в себе дополнительные чувства. Или дополнительное чувство, одно общее, можно сказать, которое называется отдачей. И так же, как я чувствую сейчас всю реальность в свойстве получения, в стремлении все время получать и наслаждаться, в том, что хорошо мне, и отталкивать от себя то, что плохо мне, и между этим хорошим и плохим, когда я отношусь только в таком виде, я раскрываю мир, как, скажем, собака. Она все время, все получает в соответствии со своим обонянием. У нее весь мир, это пахнет так, это так, это так. И поэтому я различаю между тем, этим и этим. У нее почти что нет зрения. 90% как у нас зрения, у нее это обоняние. И она все время видит в соответствии с этим чувством. Так и мы сегодня видим все вещи, и то, что мы распознаем черное, белое, цвета, высокое, низкое, далекое, близкое, по величине, потому что приятно мне или нет. По всевозможным свойствам, по тысяче параметров, которые я определяю в нашем мире, я определяю это, почувствую своего получения, насколько это хорошо мне или плохо. Мы не осознаем этого. Есть у нас сеть, которая воспринимает эту реакцию. Только хорошо мне или плохо? От этого, этого, так или так. И в соответствии с этим, я распознаю цвета, расстояния, времена, движения, различные объекты, их поведение, только в соответствии с чувством желания получать. И я не осознаю этого, поскольку у меня есть только одно чувство, и я еще не могу распознать, что оно находится, поскольку я таким и родился. Все воспринимается в такой сети, в детекторе, который называется желанием получать. Как если мы фотографируем что-нибудь, и есть там или стекло, или пленка, которая чувствует свет. Также и у нас внутри есть экран, который чувствителен к тому, что лучше или хуже для меня. И тогда я в соответствии с этим распознаю всевозможные формы, объекты, даже неживые. Стакан на столе, это компьютер, это белый, это человек. Всевозможные вещи. По отношению к теплу, холоду, расстоянию, все. Только по отношению ко мне, это лучше мне или хуже от этого. И различия настолько тонкие, что они рисуют мне всю картину, которую я вижу перед собой. Все. Это мы не осознаем, что происходит с нами. Все на фоне желания получать. для того, чтобы не зависеть от него совершенно. Ноука Каббала приводит нас к желанию отдавать. И в нем тоже в желании отдавать. Я, то, что называюсь, вижу противоположный мир. Я начинаю видеть реальность желания отдавать. Насколько все хорошо для моей отдачи. Но вследствие того, что я раскрываю одно в соответствии к другому, одно напротив другого создал Творец, когда я раскрываю и то, и другое, я начинаю вследствие этого находиться выше двух этих парадигм, этих двух восприятий. я начинаю как бы находиться на Творении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова